Всем привет! С вами Иван Кожей. Сегодня мы продолжаем обозревать еду из чекенхата. На этот раз у меня в руках фреш-лаваш. Обошелся он мне в 26 гривен 50 копеек. Это где-то около доллара 0,05 центов или в рублях 69-35 российских рублей. Сейчас открою сайт чекенхата. Вот так вот где-то все должно быть выглядеть. Вот, не знаю, видно или нет. Вот, по начинке, что же нам обещают? Нарезанные тонкой соломкой овощи. Ну, в принципе, фреш-лаваш, понятное дело, что он должен быть свежий. То есть, куча свежих овощей. Итак, нарезанные тонкой соломкой овощи, в состав которых входит острый красный перец, томат, морковь, нарезанные полосками нежное куриное филе. Все это завернуто в мягкий хрустящий лаваш. Красный перец, значит, лаваш наш должен быть острым. И это, конечно же, классно. Ну, разворачивать я это все дело не буду пытаться. Вот, потому что, наверное, у нас все развалится. Будем, в принципе, кушать. Вот, и, соответственно, вот сразу же определять ингредиенты. Вот, ну, в принципе, начинка вот здесь где-то вот сразу же вверху начинается. То есть, сейчас, как бы, вот наполнен он отлично. Вот. Это радует. Помидорчик. Вот, сразу слышно помидорчик. Плюс капуста, я так понимаю, морковь. Вот. Есть сверху котлета. Ну, не котлета, а куриное мясо. Я так полагаю, вот, есть огурчик. Ну, не знаю, на камеру видно вам или нет. То есть, вот огурец, помидорчик, морковь. Салат или капуста. Вот. Ну, и, в принципе, немножечко есть, слышно пикантности. Так, я разору. Это у меня не хочет лезть вверх. Так, что-то у меня не получается. Вот так вот. Да, вот. Есть тут огурец, кстати, свежий, но, в принципе, как по фрешу и полагается. Реально, мне очень нравится. Белое мясо, курица, вот, плюс с овощами. Сейчас уже на дворе зима, декабрь, вот. И, как бы, свежие овощи вообще. Их очень хочется уже, как бы, наверное, есть. Там нехватка витаминов. И вот, мне очень нравится. Свежо. Ну, насчет пикантности, то есть, ну, я бы не сказал, что он там дико острый. Но, в целом, мне очень нравится. На этом у меня все. С вами был Иван Кожем. До новых встреч. Всем пока.